друзья добро пожаловать на очередную подборку с полезными советами некоторыми я пользуюсь сам и некоторые вы уже видели в моих видео приятного вам просмотра наверное у многих как и у меня без дела лежат нерабочие струбцины вышли они из строя по причине сминания насечек на металлической планки из-за этого они просто перестали зажимать исправить это легко и сначала нужно ее разобрать для этого нужно сточить ограничитель в конце планки далее в подвижной части нужно просверлить отверстие 5 миллиметров для резьбы m6 ну и соответственно ее нарезать на этом все и доработка закончена теперь можно собрать все до кучи и вкрутить барашковый винт после такой доработки инструмент снова в строю ограничитель на планке просто наварим этим же способом я восстановил все свои старые струбцины сварочная маска при работе особенно с полуавтоматом на защитной пластине из-за разбрызгивания металла неизбежно появляются темные пятна это очень сильно ухудшает видимость при работе можно купить и новые пластины но можно и восстановить старую для этого извлекаем ее и идем на полировальный станок как оказалось эта пластина прекрасно полируется для этого нужен только мягкий круг буквально три минуты и видимость восстановлена полностью знакомая каждому ситуация в этом случае пользоваться агрессивными очистителями нельзя так как они вместе с ржавчиной съедают часть металла это недопустимо для очистки подобных деталей инструмента для этого лучше использовать специальную пасту кппс с помощью пасты можно удалить не только легкий налет ржавчины но и толстые до двух миллиметров слои сплошной окалины а также продукты коррозии и язвенных очагов благодаря составу пасту можно наносить даже на вертикальные поверхности и она с них не стечет для демонстрации заклеим половину патрона малярным скотчем химические процессы будут лучше протекать если температура воздуха будет от 15 до 35 градусов но иногда обрабатываемую деталь как моем случае можно предварительно подогреть паста наносится тонким слоем на всю поверхность по мере высыхания пасты и и рекомендуется обновить и оставить на полчаса отработанный состав стираем влажной ветошью или промываем водой ну а для достижения необходимого результата можно повторить процедуру в итоге после сушки имеем вот такой результат я считаю просто идеально ссылочку на приобретение пасты к ппс найдете в описании под этим видео или в самом первом комментарии при работе мы часто сталкиваемся с нехваткой длинные струбцины и если у вас есть подобные пистолетного типа ситуацию можно исправить буквально за пять минут для этого понадобится две струбцины первым делом с них нужно снять неподвижные упоры далее выбиваем штифт ограничитель и на его месте сверлим отверстие под резьбу м8 ну и нарезаем ее такую же процедуру повторяем и со вторым инструментом при этом вся эта доработка на работоспособность инструмента никак не повлияет теперь же все просто скручиваем две планки струбцин между собой при помощи барашковых винтов и готово в итоге получаем длинный зажим с двумя подвижными частями и наша задача решена если стоит задача просверлить отверстие в круглом прутке то конечно же лучше воспользоваться фрезерным станком но как найти середину прутка без специального инструмента для этого понадобится стержень с конусом на конце и полоска ровного металла в моем случае параллелька подводим стол к месту сверления опускаем пиноль на пластину и маховиком оси y выставляем пластину параллельно губкам тисков это и будет середина заготовки далее центровочным сверлом делаем пилотное отверстие и рассверливаем такой способ также применим и к сверлильным станкам но на последних выставления занимает больше времени случаются ситуации когда необходимо сделать отверстие большего диаметра на месте старого конечно же для этого используем коронку по металлу но без направляющего отверстия вручную сделать этого не получится так как она просто будет сильно гулять ситуацию исправит маленький пятачок металла который достаточно будет прихватить к заготовке даже пару капель будет достаточно ну а теперь просто высверливаем новое отверстие нужного диаметра ну а на этом у меня все если вам понравилось это видео не забываем ставить ваши оценки и писать комментарии также не забудьте подписаться на этот канал ведь впереди еще очень много интересных видео ну а с вами был как всегда я михаил и это канал добрый мастер пока пока пока